Теперь вес 63,5 килограмма, вес Константина Дзю. Денис Жигалеев из Новосибирска против Ромала Аманова, боксера из Баку. Здесь тоже ребята начали в большом темпе. Очень опытные оба, два боксера. Один Ромал Аманов, который из Баку, он мастер спорта международного класса. У него хорошая любительская карьера. Он был финалистом чемпионатов мира, финалистом чемпионатов Европы. Хороший послужной список любительских. И очень много опыта в любителях. Денис Конжигалеев также является мастером спорта по боксу. У него неплохой тоже послужной список. Тоже очень много боев провел там по 200. Он был участником, вот проводится, бои на выживание проводит Александр Колесников. Он участвовал в два раза в боях на выживание у Александра Колесникова в топ-файте. Неплохо себя там показал, зарекомендовал. Я думаю, будет довольно-таки зрелищный поединок с обеих сторон. Итак, Хаманов Ромал в трусах с белой полосой. Это дебют азербайджанского боксера. Работает он в правосторонней стойке, левша. В основном работает он вторым номером в этом, в дебюте боя. А Конжигалеев Денисова, у которого это второй поведенный в карьере, профессиональной карьере, в основном работает первым номером в атаке. Вот мы видим, как раз о чем я говорю, что Ромала хорошая любительская школа, хороший любительский опыт. Пытается в контратаке выдергивать на себя, очень много работы на ногах, перемещается вторым номером, выдергивает, проваливает и подхватывает. Ну, а главное, мы увидим много работы передней рукой, что у одного боксера, что у другого. Готовят они атаку, сбивают прицел противника и тут же готовят атаку сильнейшей рукой. Ну, видим противостояние. Так как ребята еще начинающие в профессиональном боксе, можно сказать, еще больше видно любительская работа. Много лишних действий. Да, сумбурно, много лишних действий. Любительский бокс еще показывает. У Ромала это первый бой, у Дениса второй бой. Так что нормально. Так, заканчивается первый раунд. Пока идет равная абсолютно борьба. Боксеры одинаково хорошо чувствуют дистанцию, не дают жестко попадать сопернику. Да, бою очень попадают друг к другу хорошо. Ромал вторым номером на контратаках попадает, подхватывает Денис. И в основном пытается прессинговать первым номером. Тоже попадает, в равном ключе проходит поединок. Немножко Ромал, конечно, по очкам, может быть, немного ведет, но очень довольно-таки неплохо. Денис, я смотрю тоже, он пытается не отпускать, постоянно поддавливать, попадать. Каждый выполняет свою функцию в бою. Постоянно взвенчивает темп боксера из Новосибирска, но скользает от его атак Ромал Аманов. Скользит вдоль канатов, и пока что не очень удачно режет углы Денис Конжигалиев. Не может пока поставить своего противника в неудобное положение для того, чтобы унести жесткий удар. И пока, честно говоря, жестких ударов мы еще не видели. Немножко размашистые движения. Такие стихийные атаки, не очень они подготовлены, скажем так. Цумбурные немножко, да. Ну, Ромал Аманов показывает великолепную, хорошую работу на ногах, перемещается. Неплохо, контратакует, подхватывает. Не дает себя зажимать углы. Работает хорошо, ну, неплохо работает. Он работает так, как должна работать левша. Хорошо перемещается на ногах, сбегает за переднюю руку, контратакует, в контратаке неплохо попадает. Ну, Денис тоже, Денис пытается обрезать углы, поджать канатом и попасть акцентированно жестко. Ну, не всегда это, конечно, точно получается. Хорошо поджал канатом, все-таки. Мне кажется, что Денис Канжигалев должен поближе подходить, чтобы пожестче ударить. Бьет он с такой любительской дистанции. Да, 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 немножко рано начинает атаку. Ромал тоже опытный, не дает себя загнать. Здорово встречает, проваливает. Сейчас Денис попал, хорошо. Итак, второй раунд позади. Особых перемен мы не видим в этом поединке. Боксеры еще пытаются подобрать ключи к сопернику, но действует сверхосторожно удар и сразу отход на безопасную дистанцию. То есть, той руки, которую мы видели в первом бою, мы пока не наблюдаем. То есть, можно сказать, что боксеры еще остаются немножко в таком любительском, олимпийском формате. Да, мы пока еще, это, мы видим, любительский бой, любительский бой, боксер, бой двух боксеров-любителей. Больше такой идет набор очков. Пробил, убежал, пробил, убежал. Итак, небольшие изменения у нас. Первым номером пытается работать теперь асербайджанский боксер. Опять, несколько далеко стоят соперники друг от друга. Денис начинает атаку середины ринга. Ошибка его. Наверное, мало есть место, куда сместиться, провалить и контратаковать. В этой позиции он точнее намного. Еще один нюанс, который подтверждает, что это боксеры, работающие в таком любительском, олимпийском формате. Очень мало ударов по корпусу. В основном, работа идет по верхнему этажу. Итак, напомним, что у Ромала Аманова это дебютный поединок. А вот у Конжигалиева Дениса это второй бой. Поточнее действует азербайджанский боксер в этом раунде. Нащупал он свою дистанцию, ему удобнее работать, он работает на контратаке. Он так постабильнее проваливает, попадает поточнее. Несмотря на желание Дениса поддавить и попасть, но немножко... Перестал абсолютно работать передней рукой Конжигалиев. Подходит к сопернику в закрытой стойке, но, начиная атаку, опускает руки. И тут, как тут, попадания идут у азербайджанца. Можно даже сказать, что Денис не рассчитал силу. Вот тот темп, который он взял, оказался на руку его сопернику. Скорее всего, Роман пристрелялся к Денису. Ну, подстрелился под его скоростью и попережая его в контратаке. Поэтому... Денис слишком предсказуемо начал атаковать иди вперед. Слишком предсказуемо. Вот мы видим остановку после атаки у Дениса и четкие попадания у Ромала Аманова. Он действует без пауз, пробивает двойки, тройки и тут же уходит на безопасную дистанцию. В то время как в этот момент его соперник находится в некоем ступоре. Так мы продолжаем рассказ о турнире, который прошел 12 июня 2013 года в подмосковном городе Климовске. Это традиционный турнир, который проводит Сергей Степкин, наш известный в прошлом профессионал. Чемпион России, чемпион СНГ, интерконентальный чемпион, IBF и WBA. Боксер, который работал в полусреднем весе. И Сергей сегодня мой сокомментатор. Абсолютно уверенно проводит концовку этого боя дебютант Рома Аманов. Напомним, что этот боксер был финалистом чемпионата мира. То есть у него хорошая, блестящая карьера. Мастер международника в олимпийском боксе. И его дебют на профессиональном ринге тоже пока неплох. Денис пытается, как говорили, за счет физической мощи, физической силы затолкать Ромала. Ромал немножко похитрее выглядит. Обережает, обманывает. Поточнее. Денис идет слишком прямолинейно. Что Ромал его проваривает и наказывает. В неплохом темпе работает. Ребята подустали, видно, оба подустали. На долю секунды опережает своего соперника Рома Аманов. Более экономно работает. Верен в свои изначально выборные тактики. У него есть какой-то план на бой. К сожалению, у Дениса Канжигалеева мы этого плана не видим. Много сумбура в атаках. Много, как я говорил, стихийности. Почувствовал сейчас то, что сопернику стал Ромал Аманов и пошел вперед. Вот одна из последних атак. Именно атак. Поскольку в основном в контратаке мы видели Ромала Аманова. Вот мы видим одну из точных атак. Против своего соперника, азербайджанского боксера. Видимо, попадание с разных углов. Пока еще удары размашистые. Поскольку пока еще не переквалифицировался настоящего профессионального боксера.